В 1976 году в хранилище Госбанка Советского Союза произошло невероятное событие. При пересчете ветких денег, которые должны были идти на уничтожение, случайно одна сотрудница обратила внимание, что некоторые деньги отличаются по бумаге. Она об этом доложила. Собралась комиссия. Мнения экспертов разделились. Большинство специалистов пришли к выводу, что деньги нормальные, а некоторые члены комиссии решили, что это все-таки фальшивки. В тот же день председателю комитета госбезопасности и министру внутренних дел было доложено. Где-то на территории СССР работает станок, печатающий фальшивые 25-рублевые купюры. Сделаны они так хорошо, что даже банковские профессионалы не всегда отличают их от настоящих. Это было ЧП государственного масштаба. Это был первый в Советском Союзе случай столь блестящей денежной подделки. Первый, но не последний. Летом 1976 года во все Сбербанки страны поступил секретный приказ. Внимательно проверять ветвие купюры, подозрительные отправлять в Москву. Многие банкноты, присланные в столицу как фальшивые, были оправданы. Не всегда госзнаковская продукция соответствовала госзнаковским стандартам. Тогда в областные и краевые банки разослали ультрафиолетовые лампы. И всех, экспертов Госбанка, специалистов госзнака, милиционеров, поразил шок. Страна была наводнена поддельными 25-рублевками. Их выявили более чем в 100 городах. Ими выдавали зарплату, ими расплачивались в магазинах. Они были повсюду. И никто не мог их отличить. Брежневу доложили, что фальшивые деньги забрасывает иностранное государство. Долгое время эта версия была основной. Никто и предположить не мог, что подделки печатает один шофер в сарае. Ну вот, я вновь прибыл к произведениям своего искусства, к стенду, на котором когда-то производились 25-рублевые купюры. Все это единый комплекс одного целостного механизма. Механизма, который называется научно-технический потенциал. Вот мы видим напечатанные деньги на одном листе. Вот мы видим центрофугу. Вот клише, они, которые не могут никак быть задействованы без вот этого вот огромного пресса. Пресс давал давление 300 килограмм на квадратный миллиметр. Стоит нумератор, на котором я ставил номера. Номера все время менялись. Ни одной купюры не было с одинаковым номером или с одинаковой серией. Это все создание вот этой головы, создание технических идей. И сами деньги, которые уже потом получились, они, как видите, получились на высшем уровне. Виктор Иванович Баранов любил деньги. Все люди любят деньги. Но Виктор Иванович любил их по-особому. В 1963 году он впервые изучил под микроскопом советскую банкноту. И она стала его вселенной. Баранов сравнивал себя с Леонардо да Винчи, Ньютоном, Менделеевым. Он разгадывал великую тайну денежной купюры. В тайне от всех ночами, в выходные, в любое свободное время, Виктор Иванович делал свой госзнак. Пресс 2 года, клише 2 года, водяной знак, тут же бумага с водяным знаком, 3 года. Краска, которая здесь используется. Здесь же краски тоже не такие, как в промышленности или в типографиях. Здесь все краски это ноу-хау. Это разработки, от которыми я бился. Теперь Орловская печать, светосмещение, светосоединение. Здесь же все четко подходит. Тоже где-то время заняло. Три страны, Австрия, Китай и СССР владеют способом Орловской печати. С 1891 года это самая засекреченная технология денежной полиграфии. Качественно воспроизвести ее не удалось никому, кроме Виктора Ивановича Баранова. Когда он сделал Орловскую печать, то захотел продемонстрировать свое превосходство. На настоящей купюре в одном квадратном сантиметре помещалось 24 волнообразных полосы. Баранов сделал 27. Это уже был вызов госзнаку. Эксперты госзнака дали заключение, что барельеф Ленин на этих 20-ти рулевых купюрах был выполнен даже четче, чем на подлинных. Можно говорить об уровне подготовки этих купюр. Полиграфии он сделал очень хорошо, но очень плохо подобрал бумагу. Где были указаны номиналы на языках союзных республик, там в некоторых местах были небольшие ошибки. Где-то вместо запятой точку и еще какие-то места были. Он ближе всех вышивомонетчиков, он приблизился к технологии их знака. Каждый раз, садясь за установку, я всегда был готов к тому, что работа может не пойти. Сто процентов из ста был уверен, что деньги я как таковые не сделаю. Но интересным был замысел, замысел художников, которые делали эти деньги. И мне как художнику самому, по крови художник, я по роду художник. Мне было интересно тоже так же, вот попробую сделать, именно достичь вот этой проблемы, которая стоит и не растворяет двери. Открыть эти двери, найти решение. Я не хотел их менять. Я хотел заниматься творческой научной деятельностью. Баранов, вот он был по своей натуре таким хорошим психологом. Он бросал денежный билет на дорогу, а сам издалека наблюдал, как поведут себя граждане. В то время найти 25 рублей, это была большая радость для человека. Кто-то находил 25 рублей, хватал их и шел в магазин. Баранов за этим человеком мог ходить полдня. Но когда этот человек подходил к кассе и сбывал, Баранов всегда стоял сзади и смотрел в глаза кассиру. Как кассир, определит подделку или нет. Проделав такие эксперименты несколько раз, он понял, что его денежные билеты не вызывают ни у кого никаких подозрений. И после этого он сам стал спокойно их сбывать. В начале 1975 года в СССР прошла неизвестная никому Барановская денежная реформа. 25 рублей Виктора Ивановича поступили в денежный оборот. И ни один человек их не распознал. Уникальный случай. Обычно подделка раскрывается в первые же месяцы, а здесь ее выявили только через полтора года. Баранов очень гордился этим своеобразным рекордом. Еще больше льстило ему то, что некоторые эксперты, а за ними и журналисты, назвали его королем фальшивомонетчиков. Люди всегда любили деньги. Фальшивомонетничество – одно из древнейших преступлений на Земле. Сколько существуют монеты и купюры, столько отдельные люди пытаются их подделать. Они – белые воротнички преступного мира. Интеллектуалы-одиночки, годами разгадывающие секреты монетных дворов. Они свободны от предрассудков, авторитетов и угрызений совести. Над ними властны только деньги. Они теряют голову от их цвета, запаха, звука. Фальшивомонетчики экстракласса появляются раз в 10 лет. Как правило, они знают о тех, кто подделывал деньги ранее, и пытаются превзойти мастеров, некоторые из которых сидят в тюрьмах или казнены. В конце 80-х годов, когда Виктор Иванович Баранов находился на зоне, оперативные сотрудники ОБХСС искали его опаснейшего конкурента – Владимира Гуринова. Он себя очень, как говорит, видимо, любит очень, я так понимаю. Он себя ставит выше определенных, потому что, когда ему там пример приводили, того же самого Баранова, он там, значит, этот… он хуже дел считает, понимаете, такие слова у него вроде проскакивали. То есть у них, видимо, как я понимаю, идет, может быть, даже негласное соперничество. Кто лучше? В принципе, как в спорте, например, правильно? Я лучше, я выше прыгаю, еще что-то. Вот здесь, наверное, тоже какой-то соревновательный идет. Ну, естественно, это в первую очередь идет… Если как можно больше денег сбыл, пять лет тебя не ловили, значит, ты, как говорится, хороший, значит, этот профессиональный, изготавливал деньги. Фальшивомонетчик Владимир Гуринов не признает авторитет Баранова, потому что его не могли поймать больше четырех лет. С 1985 года житель Иркутска Владимир Ильич Гуринов печатал поддельные пятирублевки. В августе 1986-го к эксперту Иркутской экологической милиции Жданову пришли двое мальчишек и сказали, что нашли в Ангаре золотые деньги. Он сразу поехал посмотреть, что за клад обнаружили пацаны. Было около десяти часов вечера. Ну, это примерно где-то вот здесь мне ребятишки показали. И от берега метров, ну, метр четыре, наверное, хорошо просматривалось в воде, сблестело. Ну, залезли в воду, достали. Наконец-то, наверное, увидел, что это клише. Когда было обнаружено клише, по всему Советскому Союзу были обнаружены фальшивые денежные купюры, достоинственные 5 рублей. А это Иркутская область, Оренбургская, Чечено-Ингурская, Дагестанская СССР, Кабардино-Балкарская, Татарстан, Ульяновск, Чувашская, Башкорстан, Архангельская, Карелия, Коми, Ярославская. Вот, представляете, сколько командировок, значит, сколько там труда было. Триста двадцать восемь томов. 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 Основная опасность состоит в том, что у населения, у всех фигурантов, оперирующих с денежной массой, подрывается доверие к деньгам, подрывается доверие к наличности. И это в определенной силе влияет и психологически, это парализует многие процессы, которые, значит, вместо того, чтобы экономики функционировать нормально, когда денежные расчеты наличными начинают производиться с большой оглядкой и с большим сомнением, это как бы отрицательно сказывается на экономике. Экономический ущерб от гуриновских пятирублевок не был очень велик. Но что опаснее, они грозили социальным взрывом. Начни их распознавать простые граждане, доверие к советским деньгам было бы подорвано. А за этим последовали бы уменьшение покупательской активности и вынужденная замена банкнот. Поэтому ловила Гуринова вся милиция СССР, а он спокойно печатал новые и новые подделки. Тот период Владимир Ильич описал в автобиографическом романе. Владимир с детства любил что-нибудь мастерить, разбирать, собирать, изобретать. И ему всегда хотелось сделать что-нибудь необычное, что-то такое, что многие считают невозможным. Каждый год он просил отца, чтобы он выписывал ему журнал «Техника молодежи». Много интересного находил он в этом журнале. Многие статьи в этом журнале наводили на размышления и фантазии. Особенно хорошо фантазировалось вместе с приятелем Варфоломеевым. Он после работы заходил в Гуринову на вечерний сеанс. Владимир ставил пленку в киноаппарад, и друзья мечтали. Главная тема – как бы заработать побольше денег с наименьшими усилиями. Однажды Варфоломеев показал Гуринову печатную форму билета в кино. Но предложил распространять поддельные билеты перед сеансами. Ну, сначала мне идея понравилась, но так как человек я не общительный, мне было трудно заговорить на эту тему с незнакомым человеком. И я все-таки так и не решился. И предложил ему придумать что-то другое. Перебирали много вариантов. И чеки в магазинах говорили об этом. И талоны на бензин, и о штампиках, о прописке, паспорте. Ну, вот вариант с деньгами был самый такой привлекательный. Поэтому все-таки остановились на том, что надо попробовать. Это было начало 1978-1979 год, А первые результаты в 1986 году уже появились. Те силы, которые были привлечены, они были не просто значительные, а колоссальные. Прямо того, что была поднята на ноги вся милиция иркутская, прибылись значительные силы из других регионов. Были специалисты из Москвы, то есть люди работали. Во-первых, было много высококлассных специалистов и работали на протяжении двух лет. Но я не видел, чтобы такой объем работы был проделан. То есть были отработаны все люди, которые имеют отношение к фотографии. Были отработаны все художники. С математической точностью знали до последнего человека, у кого большой перераспорт электроэнергии. Вся милиция отрабатывала планомерно. Район за районом, улица за улицей, дом за домом, человек за человеком. То есть отрабатывались все, без исключения люди, организации. Потому что сброс в пяти рублей, он был колоссальный пострадок. Семь лет Гуринов воплощал свои фантазии в реальность. Сначала он пробовал смывать и вытравливать краску с настоящих банкнот и печатать больший номинал. Ведь форматы трех и пяти рублей, десяти и двадцати пяти совпадали. Но это оказался тупиковый вариант. Тогда Владимир попытался разгадать технологию орловской печати, секрет которой в резких контрастных границах цветовых зон. Несколько раз он травился, приходил домой еле живой. Варфоломеев учил его, как переносить фотографию на клише. Вдвоем они сделали форму для глубокой и высокой печати. Особенно много времени и сил отнимала шлифовка медных пластин. Одну такую пластину приходило шлифовать несколько часов. А пластину для глубокой печати надо было еще отполировать, чтобы она была как зеркало. И таких пластин во время экспериментов Владимир перепортил более сотни. Но были времена, что казалось, все, тупик, качества нет, лучше не получается. Тогда он все забрасывал и долго не прикасался. Потом не выдерживал, все доставал и начинал заново. Уже видно стало, что можно это сделать. Появился такой азарт. И вот в последнее время уже, конечно, там буквально целыми днями пропадалось за этими занятиями. Но в конце концов, кое-что получилось. Самым сложным в деле Гуринова и Варфоломеева оказалось разгадать, как фальшивые пятирублевки в одно время возникали в городах, между которыми были тысячи километров. Полгода сыщики перебирали все версии и, наконец, поняли. Технология была простая. Брал билет, на любую станцию он был все равно. Приезжал туда утром, сразу брал билет на вечерний поезд, и в течение дня ходил с главы. Вечером садился в поезд и уезжал. Вычислить его, не было сложно. Если брать две банкноты настоящую и мою, то присмотреться можно было отличить. В то время мало кто обращал внимания, ведь мало было фальшиво. Практически мне никогда не вернули и не сказали, что парень слушает пятерка-то фальшивая. Не было такого. Четыре года сыщики всего Союза пытались поймать пятерочника. На базаре, какого города он появится в следующий раз, можно было только гадать. Поэтому ориентировку на него раздали чуть ли не каждому сотруднику МВД. Горинов знал, что его ищут. Ну, задержали меня в Ташкенте. Причина тому потеря чувства опасности. Если при первых сбытах я, допустим, отдавал пятерублевку, потом заходил где-то за угол и наблюдал за тем, кому я ее отдал, то последнее время я просто обнаглел. И вот в Ташкенте я шел по рядам, буквально. Чуть ли не каждому продавцу подавал пятерублевку, покупал что-то, получал сдачу. 7 мая 1990 года Горинов не смог, как обычно, уехать вечерним поездом. Билеты до Иркутска были только на следующий день. И утром Горинов снова пришел на базар с поддельными пятерублевками. Сыщики, получившие от осведомителей информацию, что накануне кто-то сбывал фальшивки, уже контролировали всю территорию Ташкентского рынка. Он подошел покупать у женщины зелень какую-то. Она как раз была проинструктирована. Она стала им продавать зелень, а на узбекском языке своей соседке сказала, говорит, сходи, позови милиционера. Так как он узбекский язык не знал, он стоял, ждал. Пришел милиционер, его сдержал. При нем была пачка поддельных денежных билетов. При нем оказались ключи от камеры хранения. Камеры хранения, когда вскрыли, оказалось, что там лежит чемодан пятерублевок в таких. В Иркутском СИЗО до сих пор рассказывают легенду, что сидел здесь один провицатель, который предсказал и развал Союза, и инфляцию, и выпуск новых денег. Это про Гуринова. Он упорно не сознавался, что печатал поддельные деньги. Его разобранный станок был спрятан в тайге в нескольких местах. Доказательств, кроме чемодана с фальшивыми купюрами, практически не было. Несколько раз Гуринов был готов содействовать следствию. Говорил, покажет тайники, где спрятаны детали станка. Но, полетав над тайгой, заявлял, что снова все забыл. Так продолжалось два года. Развал СССР. Инфляция обесценила советские деньги. Госзнак напечатал новые, с большим количеством нулей. И Гуринов признался. Даже сдал несколько частей мини-типографии, по словам экспертов, самых незначительных. Сумма ущерба от иркутского фальшивомонетчика в новых российских реалиях обесценилась. И Гуринов получил 4 года общего режима. Самый мягкий приговор в истории отечественного фальшивомонетничества. Вот если взять Гуринова и Баранова, то они, конечно, очень много читали, очень много технической литературы читали. То современный фальшивомонетчик, он только должен быть компьютерное образование, дизайн немножко знать, а все за него сделает техника. Я имею в виду, если это электрофотографический способ. Если взять оффсетный способ, так называемый полиграфический, то, конечно, там нужны профессиональные знания. Но это я еще подчеркиваю. Это те люди, которые сделали фальшивомонетчиться своей профессией. Рублей у нас, слава богу, оффсетных нет, потому что мы эту ситуацию четко отслеживаем. Цитробанк нам в этом вопросе помогает. Что касается современных подделок, то современные подделки делаются с применением копировально-настроенной техники, копировально-множенной техники, то есть с применением компьютеров. И качества хорошего они не имеют. Появление высокочувствительных ксероксов, сканеров, специфических компьютерных программ увеличило число фальшивомонетчиков в несколько раз. Десять лет назад за год раскрывали 8 тысяч дел по факту появления поддельных банкнот. Сейчас в 3-4 раза больше. Печатают в основном доллары. Но в последние годы все чаще стали подделывать рубль. Виктору Ивановичу Баранову это совсем не нравится. Вдруг кто-то сделает деньги лучше него. Конечно, фальшивомонетчик сейчас в данном ракурсе, фальшивомонетчик это кто? Это не труженик, это не специалист своего дела, и даже не новатор какой-то технических идей. А это просто обычные люди, которые путем ксерокса, путем всевозможных уловок дают бумажки пустые, ставят и копируют, значит, доллары, копируют купюры 500-рублевые, 1000-рублевые на ксероксе. Никакого ума, никакого прогресса, никакого творчества. Наделал их с одним номером и быстренько среди старушек, среди толкушек рассовал. Впрочем, об одной суперподделке Виктор Иванович умалчивает. В конце 90-х годов фальшивые 500-рублевые купюры появились сразу в нескольких регионах России. Причем в провинции были одни банкноты, а другие более высокого качества распространялись в Москве. Ежемесячно в оборот попадали десятки тысяч поддельных купюр. Сыщики даже подозревали, что печатает не один человек, а целая группа специалистов. Фальшивым оничинством занимаются люди, довольно-таки одаренные, профессионалы своего дела. Они знакомы не только с полиграфией, но они знакомы с фототехникой, с технологией изготовления бумаги, с красочным производством. Потому что действительно изготовление денег требует знания многих различных специальностей. Поэтому либо группу надо собирать людей, которые специалисты, каждый в своей области, либо один человек должен в себе заключать вот эти все навыки. Почти два года сыщики из нескольких регионов страны искали подпольную группу фальшивомонетчиков. А в итоге нашли одного, но очень умного кандидата на луку. Сейчас он находится в исправительной колонии. Впервые самый опасный фальшивомонетчик 90-х годов, химик-технолог из Пензы, согласился рассказать свою трагическую историю, но с условием, что не будет названо его имя. У вас есть какие-то патенты, да? Есть. А какие? Ну, они связаны с темой моей диссертации. Это, ну, диффузионное насыщение жидко-металлических средств. В середине 90-х кандидат наук руководил в родной Пензе маленькой фирмой. Он умело организовал свой небольшой бизнес. Одна проблема – крыши у него не было. Взяв один раз в долг тысячу долларов, наш герой очень скоро оказался должен местным бандитам уже 20 тысяч долларов. Настоящих, неподдельных, американских. Закабаленному химику намекнули, что хорошо бы ему попробовать сделать фальшивые 500 рублей. Отказаться от такого предложения он не смог. Ему угрожали похищением ребенка. В начале 1998 года химико-технолога привезли в Москву, сняли квартиру и купили компьютер. Через полгода охранявшие его бандиты не отличили свеженапечатанную купюру от настоящей. Сама по себе компьютерная картинка – это то, что сейчас может сделать и школьник. Именно суть в том, чтобы эту компьютерную картинку перевести в изделие, более-менее похожее на то, что требуется. Печатал он на обычном цветном принтере. При этом 500 рублей даже хрустели, как полагается, официальным деньгам. Это была первая подделка, сделанная на компьютере, но приближающаяся по качеству к госзнаку. Пять месяцев из шести наш герой разрабатывал специальные составы, которыми обрабатывал бумагу и оригинальный лак. После него банкнота выглядела и звучала как настоящая. И один месяц он подбирал цвета. Дело-то не в ноу-хау. Единственное творческое, что в этом процессе присутствует, это когда распознаешь все эти степени защиты. Это, конечно, интересно было, чисто как решение какой-то технической задачки, как решение ремуса технического. Разумеется, если бы у меня было не 5 тысяч долларов, которые я вложил в эту аппаратуру, а, допустим, 50 тысяч, а лучше 500 тысяч, тогда бы они были куда более высокого качества. Финансировали это печатными денег пензенские бандиты. Система сбыта у них была налажена очень хорошо. Используя связи директора рынка в городе Пензен, он был азербайджанец. Азербайджанцы по природе на руки предприимчивые. Он имел несколько рефрижераторов, которые гоняли по всей России, скупались из хозяйственной продукции, а расплачивались поддельными 500-ками. Прям приезжали в село, расплачивались, получали продукцию и платили деньги, ничего не надо было рисковать. То есть бизнес был налажен. Деньги текли, все работало, все крутилось. И в итоге мы получили около миллиона отдельных 500-ок в 6-7 регионах Российской Федерации. 500 миллионов фальшивых рублей. Со времен Баранова это был самый большой сбыт фальшивых денег. Сыщики никак не могли выйти на печатника. Задерживали сбытчиков, но ни один не знал, кто производит подделки. Милиционеры не предполагали, что загадочный компьютерный дизайнер находится в долговой кабале у бандитов. Летом 99-го поддельные 500-рублевки неожиданно появились в Москве. Это уже было ЧП. Теперь дело контролировали в центральном аппарате МВД. Я посадил одну группу фальшивых монетчиков, которых брали с наркотиками, со стволами, с печатным станком. И в процессе работы по этому делу я выяснил, что существует некий человек, который делает еще лучше купюры. Стали работать, выяснили, что да, действительно. Есть такой Миша Кочетков, который во дворе в своем пользуется определенным авторитетом благодаря думосудимости, тем, что он боксер. И он среди своих соседей, однокашников и прочих-прочих, он распространял 500-рублевую купюру очень хорошего качества. Кочетков был надзирателем нашего героя. Наблюдение за ним сразу показало, что большую часть времени он проводил на съемной квартире в Митино, где по поддельным документам проживал неизвестный. Слежка продолжалась несколько месяцев, поскольку этот неизвестный почти не выходил на улицу. Решение обыскать квартиру сыщики приняли после того, как Митинский затворник продал на радиорынке компьютерные шнуры и купил цветной картридж. И вот в апреле месяце с поличным мы его взяли. Мы когда вошли туда, в эту квартиру, все было обклеено эти песотки. То есть он экспериментировал, он такой человек творческий. У него было два высших образования. Когда мы его взяли, он почувствовал такую внутреннюю раскованность и рассказал трагедию, я скажу, о его жизни. Человек очень умный, он 54-го года рождения. Жизнь у него уже, как бы, знаете, на такой зрелый возраст. Это был у нас 2000-й год, ему было 44 года. Это, в общем-то, возраст, когда мужчина уже определяет, что он в жизни сделал. Всю жизнь потратил как бы вот зря. Книги об этом я писать не буду. Воле того, я считаю, что мемуары, в общем-то, интересны только их автору, поэтому мемуаров я писать тоже не буду. Не хочу, не хочу быть королем, уступаю эту корону кому угодно, кто попросит. Когда я встречался с Леонидом Сергеевичем, с директором научно-исследовательского института госзнака здесь, в Москве, он мне сказал, Виктор Иванович, вы госзнак и мы госзнак. Ну, по-своему. Я просто приблизился к тому, к этой точности. Барановский госзнак милиции искала более полутора лет. Виктор Иванович мог знать об этом. Дело в том, что работая шофером в Ставропольском крайкоме, он возил местных партийных лидеров, в том числе Михаила Горбачева. В 1976 году Михаил Сергеевич был уже членом ЦК КПСС. Ему наверняка докладывали, что в крае выявлено большое количество фальшивых 25-рублевых банкнот. Я работал на машине и работал нештатным работником милиции, ну как, брал с управления людей и на дежурство выезжали. Я мог наводящими вопросами, может, в ресторане повезти их или еще куда-то, спросить, как идут там дела, как фальшивые деньги, какие ходят деньги, где-то могут они, там засады, может, где-то есть. Или что-то. Я мог это узнать. Спокойно. Но я никогда этого не делал. В краевом банке нашли фальшивые купюры, стали смотреть, откуда прибыли эти купюры. Дошли до районных банков, пошли дальше и посмотрели, откуда была выручка, из каких-то магазинов. Дошли до магазинов. То есть было задействовано очень большое количество оперативных сотрудников. И под повышенную зону внимания попали Краснодарский, Ставропольский край, Крым. В 1977 году весной уже четко было определено, что где-то в пограничной полосе между этими двумя краями действует фальшивый маньяч. И характерное его высказание – «Милая девушка, пожалуйста». Вот эта вот приспаска у него была, когда он сбывал. Анатолий Бакрадзе работал в секретном отделе «Б» Министерства внутренних дел. Он и его коллеги не занимались фальшивомонетчиками. Однако их привлекли для поиска сбытчика поддельных 25-рублевок. Политбюро несколько раз требовало докладывать о ходе дела, а местная милиция никак не могла обнаружить преступника. Весной 1978-го законспирированные сотрудники из Москвы приехали в Ставрополь. Самое важное здесь – опередить его, узнать, в каком городе он будет следующие 2-3 дня, и там его перехватить. Самое сложное. Не могли долго, почему два года его ловили, не могли долго выяснить, в какой город он поедет. Но вот в Черкесске, когда поняли, что он поедет в Черкесске, на базаре будет сбывать деньги, приинструктировали всех продавцов, подняли сотрудников милиции, многих, и в воскресенье, рано утром, на базаре, получилось небольшое, может быть, совпадение, но только что инструктировали одного кавказца, фальшивомонетчик стал менять купюры, а рядом с женщиной был как раз кавказец, который только что получил инструктаж. Кавказец показал глазами сержанту милиции, тот подошел к нему и попросил документы. Я приехал на базар, а там людям сказали, которые торгуют, что кто будет менять, будет милиция идти, скажите. Я подошел к мужичку, нерусский сидит, хотел поменять, он от меня нет денег. А базар как раз был слабый 12 апреля, людей мало было. Посмотрю назад, а он, мужичок, с двумя милиционерами разговаривал. Откуда я знал, что он говорит об Анне? А я привез и пошел к ним. Только их прошел у меня по плечу. Можно вас? Ну, думаю, все, приехал. Приехали они со мной в управление. Следователь. Кто вы? Я говорю, я Баранов Виктор Иванович, фальшивомонетчик. Дело 50 и 25. Он чуть со стула не слетел. А я посмотрел, я хотел выброситься в окно, покочить с собой. А этаж второй, низко. Не получается ничего, низко слишком. Все, что он делал, он делал отдельно. Сарай, который находился достаточно далеко от дома. Это полупогреб такой был. Когда он запускал свою шаровую мельницу, то в этом микрорайоне вообще электричество падало. Там много было таких своеобразных вещей, на которые участковые должны были обратить внимание, но не обратили. Виктора Ивановича Баранова подвела легкая промышленность. Чтобы делать банкнотную бумагу, он покупал простыни, белье, где на бирках было написано 100% хлопка. Он не знал, что чистая хлопковая ткань была только у космонавтов. Советская легкая промышленность везде добавляла целлюлозу. Она и светилась в ультрафиолете. После осуждения Баранова, его банкноты изымались где-то от 5 до 7 лет. Но уже не массовыми, а единичными проявлениями. Но это объяснимо. Люди складывают свои сбережения не только в Сбербанке, но и в чулки, в стеклянные банки. Потом их оттуда изымают, не подозревая, что у них в хранилище проезжала обыкновенная бумажка. Я не следил за его судьбой, но думаю, что такого человека наши коллеги из КГБ должны были использовать. Он действительно уникальный человек был. Если не использовали, ну что ж, они потеряли возможность. Когда меня арестовали, через месяц министр внутренних дел Щелоков попросил меня дать свое заключение, какие должны быть деньги, на мой взгляд, будущего, чтобы их было сложнее подделать. Я на 10 листах написал, какие должны быть. Вот эти деньги сейчас и ходят. У нас почему-то не могут отойти от этого стремления к многоцветности, к реповатости. Многоцветные деньги сами по себе отвлекают внимание от проработанности степеней защиты. Кстати, евро очень неудачная валюта. А вот монохромные доллары последние, вот их подделывают, наверное, труднее всего. Цветную бумажку можно напечатать на чем угодно. Как вы сейчас оцениваете качество современных денежных знаков с учетом введенных в этом году новых степеней защиты? Я еще их не видел. Ну и, честно говоря, у меня сейчас уже никакого желания нет рассматривать, оценивать степень защиты. Уже этот интерес прошел, все это как-то в прошлом. Интерес к деньгам у Гуриного не пропал. Он единственный российский фальшивомонетчик, который после тюрьмы снова напечатал деньги. После деноминации 98-го года среди новых потерявших три нуля банкнот появились фальшивые 100-рублевки. На фоне компьютерных и ксероксных подделок они выделялись тем, что были отпечатаны полиграфическим способом. Эксперты сразу сказали, заработал станок Гуриного. Владимира Ильича арестовали. Станок опять не нашли. И нонсенс. Осудили Гуриного условно. Потому что успел поменять только несколько купюр. По советскому законодательству дерзкому фальшивомонетчику ранее грозила даже смертная казнь. С первых лет существования СССР подделка банковских билетов считалась государственным преступлением и приравнивалась к измене Родине. Сейчас законы мягче. Высшей меры нет. По статье 186 Уголовного кодекса Российской Федерации, максимальное наказание для изгодовителей поддельных денег или ценных бумаг 15 лет заключения и штраф до 1 миллиона рублей. Я помню, как этот вопрос обсуждался между представителями нескольких стран. И представитель Китая сказал, что все просто, мы убиваем фальшивомонетчика, и проблема исчезает. Это, наверное, слегка чересчур, но слишком мягкое наказание за подделывание денег, которое имеет место в некоторых странах, это другая крайность. Я считаю, что преступления и наказания должны быть сопоставимы. Также это зависит от конкретного фальшивомонетчика, профессионал ли это или просто дилетант. Горинов очень талантливый человек, но направил, так сказать, свое умение не в нужное русло. Они профессионалы, специалисты, и я думаю, что через, может быть, 5-10 лет мы все равно этот голос еще раз услышим. Узнав от нас про новые рубли, которые выпущены сейчас госзнаком, Горинов изменился в лице и долго отказывался этому верить. Владимир живет в Иркутске, в старом родительском доме, не работает, при этом ездит на джипе. Продолжает ругать советскую власть, которая, как он утверждает, сделала его фальшивомонетчиком. Как-то на одном из допросов я не сдержался и высказал следователь, что ненавижу это государство, эту систему, эти законы, которые создали коммунисты. И если бы я действительно мог напечатать много денег, я бы оставил их в любом месте, чтобы они расходились и расшатывали экономику этого уродливого государства, в котором я имел несчастье родиться. Ни один человек не мог заниматься тем, чем хотел, убивая тем самым стимул к творчеству, изобретательству, техническому прогрессу. Кто знает, может и до сих пор бы не наступила перестройка, если бы не было таких людей, как я. Был разгул дикого капитализма, то есть когда были сумасшедшие процентные ставки по долгам, была необходимость только в том, чтобы что-то покупать подешевле и продавать подороже. И поэтому мои услуги, как человека технически достаточно, скажем, грамотного, мало кому требовались. И поэтому все мои технические познания ушли на то, чтобы я сделал фальшивые деньги, сделал аппаратуру для их изготавливания. Талантливому химику-технологу из Пензы осталось провести на зоне еще 4 года. Жена с ним развелась, от сына иногда приходят письма. В 50 с лишним лет ему придется начинать жизнь заново. Мне так кажется, что я нашел, где была бы, скажем так, наиболее продуктивная моя деятельность. Это не наука. Наука сейчас не кормит, она не позволит мне выполнить мою задачу номер один. Это обеспечить свою семью. А мне уже пора этим озадачиваться. Я уже 50 лет на свете живу. Два года назад Виктор Иванович Баранов отпраздновал свое 60-летие. К юбилею у него родился сын. С ним и со второй женой он живет в общежитии. У меня никогда не было детей. И вдруг у меня появился маленький малыш, который сейчас меня очень ждет, которому я должен купить гостиницу. И который очень умный маленький человечек. И я хочу, чтобы он стал или конструктором космических кораблей, подводных лодок. А может быть, станет вторым, люча на повороте. Потому что у него голос такой же, как у меня. Морто, кому ли белорота. Морто, купиара, купира. Из тюрьмы он вышел в 1990-м, потеряв первую семью, дом, прошлое. Виктор Иванович отсидел 12 лет. Мягкий приговор для фальшивого манитчика, о котором докладывали членам политбюро и которого до сих пор называют фальшивым королем. Почему я нахожусь в музее? Потому что уровня такого, как вот у меня, не достиг пока еще никто. По праву. По праву. Я достиг уровня государственной печати. По праву. Королем. Ну, а с другой стороны, меня это абсолютно не радует. Я лишен этого самолюбования. Мне это как-то претит. Просто это все труд. Это труд, труд и труд. И талант. Как человек, например, я могу говорить, что для него деньги были, наверное, не главными. Но это я уже говорю не как оперативник, профессионал, а как просто гражданин. Я думаю, что таких, как Баранов, сейчас практически нет людей. Это действительно талантливый человек. Талант, он хорош, когда он на благое дело. Одна из заповедей нам говорит, не укради. А если ты крадешь у человека, изготавливая фальшивку, значит, какой же у тебя талант? Талант у нас вообще от Бога. Поэтому я не могу согласиться с тем, что они таланты. Да, они там, как он, Баранов, про себя, возвращаясь к нашим Барановым, он говорил, что с меня сошло там не один пот ручьем, и не одна рубашка на мне слила, пока я там, когда другие отдыхали, я вот изготавливал. А зачем? Чтобы потом получить 12 лет с конфискацией имущества. И кому что-то доказал. В 2004 году было выявлено свыше 30 тысяч случаев производства фальшивых денег. Раскрыты все. Сыщики уверены, фальшивого монетчика поймают обязательно, кем бы он ни был, дилетантом или королем. Главное – обнаружить подделку. Как это сделать? Оригинальные рекомендации от Виктора Ивановича Баранова. Тихо, тихо, доллары. Тихо, тихо, доллары. Так. Доллары. Для того, чтобы все-таки правильно отличить настоящий доллар или нет, прежде всего надо его послушать. У доллара определенный звук. Как вот музыкально настроенный инструмент. Фа, до. Любовь, я могу нажать кнопочку до. Точно так и в долларах. Второе. Надо сделать кулек и посмотреть на свет, чтобы увидеть тно вот в эту воронку. Четко видно. Линии лежат все ровные. Линии глубокой печати. Но здесь самое главное в этой воронке четко просматривается сама фактура бумаги, ее жир. Надо взять именно настоящую купюру и бросить ее в холодную воду. она начнет сворачиваться определенным образом. И сколько бы мы настоящих купюр не бросали в воду, все они будут сворачиваться, только этим образом. Фальшивка так не справится. Фальшивка вообще может не сворачиваться. Фальшивка так не справится. Продолжение следует...